Всем привет! 18-й тур Мэлбет первой лиги продолжается и продолжается он в Красноярске, где на футбол-арене Енисей местная команда принимает шинник. Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне. Это немудрено, учитывая, что уже начинается второй круг первенства и, соответственно, можно уже делать некоторые выводы. Второй акт дерби купюр в нынешнем сезоне Мэлбет первой лиги. В первом круге, как вы помните, команды сыграли со счетом 1-1 в Ярославле, а сейчас эта битва перемещается в Красноярск. Вот и активизировались болельщики Енисея, как, собственно, Ишинник сейчас активизировался в атаке. Андреев красиво сыграл. Что придумает Андреев? Неужели сам будет завершать? Да! Смещается в штрафную и забивает Игорь Андреев. 12-я минута. Казалось, что чуть притормозил атаку своими действиями Андреев. Забирает мяч под свой контроль. Дальше Андреев пробрасывает мимо Валерия Китчина. Китчин старается один в один отработать, встретить Андреева. И еще разок Андреев оставляет в стороне Валерия Китчина и забивает в дальний угол. Давайте вот здесь посмотрим, как Китчин встречает. Разгоняется Глушков. Техника у Глушкова, конечно, абсолютно потрясающая. Может, он одним движением оставит в стороне и делает это! Оставляет в стороне защитников, а потом уже делом техники является для Егора Иванова забить. А учитывая, что Иванов футболист максимально техничный, он уверенно справляется с этой задачей. Гол капитана Енисея 1-1. Давайте смотреть, с чего все начинается. Никита Глушков классно на рывке уходит. Не успевает здесь Емельянов за соперником. Дальше еще один эпизод с дуэлью Емельянова и Глушкова. Глушков снова оказывается успешнее. Ну и затем удар в ближний угол. Егор Иванов с правой ноги вот так красиво укладывает. Как пример и как показатель гол Игоря Андреева. А в остальном, чего мы только с вами уже не увидели. А может быть, сейчас увидим второй? Нет, не увидим второй гол Енисея, потому что Александр Дов меня тащит. Очень сложный эпизод для галкипера Игоря Андреева с надеждами на его активное атакующее действие. Удар! А вот здесь Енисея активен в атаке. Удар из-за пределов. Штрафной. Хороший шанс. Не сказать, что в легкую. Готовится розыгрыш. Подача. Опаснейший момент. И гол! И забивает Енисей. Шестидесятая минута. И чувствовали мы с вами, что гол вот он где-то рядом. До этого мяча дотянулся. И неужели Валерий Кичин? Неужели Валерий Кичин? Итак. Да, пожалуй, здесь голевое касание от второго номера Енисея. Может, с этого ракурса будет хорошо видно. Иванов подключает Короздорских. Подача. Момент! И 3-1! И теперь уже отличается Андрей Окладников. Конечно, наработал Окладников на этот гол. Вот так, дотянувшись до этого мяча, отличается Андрей Окладников. Отмечаем передачу Никиты Раздорских. Там вообще хорошо закрутили карусель в левом полуфланге футболиста Енисея. Своевременный пас на Окладникова. И Окладников абсолютно неберущуюся траекторию нарисовал. Оставить в памяти. Так. Здесь что? Пенальти? Пенальти ставит арбитр. Евгений Галимов показывает на 11-метровую отметку. Незамудинов против Антипина. Разбегается. Девятый номер Шинника. И не попадает в ворота. Не попадает в ворота Эльдар Незамудинов. Енисея является самой результативной командой на данный номер. Иванов. Подача. Момент. И 4-1. Еще один мяч со стандарта. Еще один мяч, забитый головой. И очень уверенная победа Енисея. По общему итогу 90 с лишним минут. Ждем свисток. Евгений Галимов завершает эту встречу. 93 минуты позади. И 4-1. Енисея утрамбовал еще один гол в компенсированное время. Савельев забивает. Главные тренеры благодарят друг друга за этот матч. И очередной результативный поединок в исполнении команды Эдуарда Штейнбрехера.